Я считаю, что эта система более приближена к европейской системе. Есть плюсы свои, есть и минусы. Плюсы, конечно, в том, что каждый человек будет понимать, что он сам, от него зависит его пенсия, он сам на себя работает. И таким образом он не обеспечивает других людей, которые в данный момент не работают. Допустим, человек с ограниченными возможностями, он не может работать на высокооплачиваемой работе, от него не зависит его пенсия. Он не может получать минимальную пенсию, скорее всего. Накопительная система сама по себе неплохая. Я не верю нашему правительству. Дело в том, что сегодня это есть, а завтра его просто могут убить и забыть об этом. Вот и все. Скажу о минусах. Неподконтрольная сейчас система наш пенсионный фонд. Мы вообще не знаем. Я вот не знаю, мне там, допустим, через, примерно через 10 лет на пенсию, я не знаю, какая у меня будет пенсия. Это плохо. При накопительной я знаю, что вот я это выплатил, я это свое получу, вот. Но нет уверенности, что я его получу, в конце концов, я его получу. Непонятно еще, как это будет работать. Нету гарантии того, что эти вклады будут защищены, гарантии обесценивания, гарантии того, что они будут выплачены. Положить не будет. А минусы первые о том, что, я, насколько слышу, там с 35 лет уже будет не обязательно, в принципе, да? До 35 лет обязательно. Вот с теми особыми, которые с 35 лет, вот что с ними будет. То есть, грубо говоря, если она принесет какие-то бонусы, данная система, то она принесет людям молодым. Если более старшее поколение, которое уже этого платило и работало по белой зарплате, будет, возможно, на общей системе получать намного меньше. Вот это вот такой момент, да? О том, что это не лопнет, во-первых, это должно быть только государственное, потому что они государственным не доверяют. Это, во-вторых, по гарантии, пока у нас в стране не изменится все лучше, чем он не может быть. Я не уверен, что эта система будет вообще введена. Там невозможно. Если будет введена, то будет сырая. Ну, это более честно, чем получать какой-то мизерный процент, как сейчас. С другой стороны, можно не заработать себе много денег. Вот если не работают специально, как многие сейчас, то пенсии не имеют. Если бы у нас банковская система, то есть, например, государственный банк, который, ну, не будет возможности у него прогореть, то есть, то есть, да, это да. То есть, действительно, если страна ростет, развивается, то это будет намного лучше. А если будет все на том же уровне, в котором сейчас, то думаю, что тогда это будет плохо. Он не будет. Он до этого не доживет. Потому что все еще поменяется в кучу разу. Я думаю, что первое, что если что-то ведут, его сто раз втикнуть поменять, а в какие-то моменты даже постараются это поменять. Но в любом случае нужно, чтобы на старости можно было прожить. Не за счет родины, а еще и за счет государства.